В ближайшие несколько минут на телеканале Белоруссия Терегомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Максим Никитин вернулся в Металлург и продолжит текущий сезон в экстралигии за Столиваров. Нынешний чемпионат воспитанник Жлобинской школы хоккея начал в составе молодежной сборной страны. В восьми встречах игрок не смог отметиться результативными действиями, после чего тренерским штабом было принято решение вернуть его в Металлург. Максим Никитин дебютировал в экстралигии в минувшем сезоне. В 38 матчах регулярки набрал 4 результативных балла по системе гол плюс пас. Также защитник отметился первым набранным очком в матчах нокаут-раунда. Завтра после паузы, вызванной играми сборных, возобновляется чемпионат страны по футболу в высшей лиге. Откроет программу тура матч Витебска и Днепра. Основные матчи пройдут в субботу и воскресенье. Гомель проведет свой поединок в понедельник. Команда будет гостить в Минске, где на поле спорткомплекса Олимпийский сыграет с лучом. Начало встречи в 19.00. Зелено-белые на данный момент расположились на девятой строчке турнирной таблицы, а ближайший соперник на пятнадцатой. На Багамах стартовал чемпионат мира по дзюдо среди юниоров до 21 года. В составе национальной сборной три спортсмена – Конрад Шока, Дарья Концевая и Ульяна Мининкова. Последняя представляет Гомельскую область. Своё выступление уже завершил Конрад. На стадии 1-8 финала он уступил японскому дзюдоисту и занял итоговое девятое место. Международный турнир по карате «Гомель Оупен Кап-2018» стартует завтра в Гомеле. Соревнования пройдут на протяжении двух дней. Участники встретятся на татаме в легкоатлетическом манеже на юбилейной. В программе поединки среди кадетов, юниоров и взрослых. На этом пока всё. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова